Нынче дорого не только жить, но и умирать. 70-80 тысяч тенге требует кладбище Товарищество с ограниченной ответственностью Айжан-1 за 45 сантиметров земли для захоронения умершего. Причем квитанцию оплаты данная организация ни одному из жителей не выдает. Как оказалось, земли эти должны предоставляться бесплатно. Жители больше не намерены терпеть несправедливости и обратились на наш канал. О кладбищенском бизнесе подробно в следующем сюжете. Близкий друг Айташа Алиева погиб два месяца назад. Он похоронил его на кладбище, что на юго-востоке. Проводить близкого в последний путь хочется достойно, поэтому и потратил большую сумму. Однако сейчас задумался над тем, что дорогие похороны не каждому по карману. В день хоронят 3-4 человека. Куда уходят деньги? Почему в Акимате не контролируют этот вопрос и почему не заинтересованы представители духовенства? Как оказалось, те самые 45 сантиметров земли для захоронения государство должно предоставлять бесплатно. Однако люди продолжают платить. По словам жительницы города Бодогос-Буктаново, кладбище Айжан-1 принимает заказы заранее. Бодогос заплатила за два места на кладбище. На одном похоронила своего брата. Оплакивающая его смерть, деньги внесла без перереканий и колебаний. Но спустя некоторое время узнаёт, что второе место продано другим людям. Мы обратились с иском в суд, на который она не явилась и послала своего адвоката. Адвокат дал такое разъяснение, что мы якобы не покупали никакую землю. Деньги она взяла за предоставление ритуальных услуг. Она дала разноску этих услуг. Цены были очень нереально космическими. Как выяснилось, эти земли были выданы в аренду 4 года назад. Между тем, закон РК о земельных отношениях гласит, каждому гражданину нашей республики земля для захоронения должна предоставляться бесплатно. Удивлены поступком работников кладбища и духовные служители, ведь наживаться на тяжой смерти – грех. Но, несмотря на это, ритуальный бизнес в городе продолжает процветать, особенно его теневая сторона.